Первые 18 километров позади, и вот появляются герои сегодняшнего дня. Ультрамарафонцы Антон Валуйкин и Алексей Востряков. А встречают их сторонники Единой России, которые на территории Одинцовского района продолжают акцию «Дорога добрых дел». В мероприятии приняли участие молодежный парламент, ветераны Великой Отечественной войны, ракетных войск, дети-инвалиды из центров Изумрудный город, Добраториум, мир детям. Пришли к нам взрослые инвалиды, которые занимаются спортом, такие социально активные, очень интересные, неравнодушные люди. Ну и плюс, конечно же, наши замечательные ветеранские организации. Ультрамарафонцы встретили в лучших традициях с караваем и яблоками. А активный общественник Михаил Дыкань исполнил для гостей русскую народную песню. Цель благотворительной акции – пробежать ультрадистанцию и собрать совместно с благотворительным фондом «Синдром любви» 800 тысяч рублей на поддержку школьников с синдромом Дауна. Ультрамарафон продлится 14 дней. Торжественный финиш состоится 9 сентября на масштабном Минском полумарафоне, где будут участвовать тысячи бегунов из разных стран. Какие точки остановки у вас? У нас есть города на территории России, это Одинцово, Можайск, Вязьма и Смоленск. И на территории Республики Беларусь – это Борисов, Логойск и Мемориал Хатынь. Маршрут пройдет через города России и Беларуси. Забегут участники и в печально известную Хатынь. Отдать дань памяти невинным жертвам Отечественной войны. В программе акции многочисленные встречи, интересное общение и различные экскурсии. Организаторы ультрамарафона считают, что спортивные достижения приобретают иной смысл, если подкреплены большой целью, например, такой, как сбор средств в поддержку детей синдромом Дауна. Мила Тросевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.